Здравствуйте! В эфире программа «Акценты» с Натальей Пилипенко. Программа о явлениях, а не о событиях. Мы не просто выделим самое важное, а расскажем, почему это так важно. Расставим акценты. Мы продолжаем цикл программ, посвященный многообразию рабочих специальностей, вниманию будущих абитуриентов и их родителей. Совсем немного времени осталось на самоопределение, выбор будущей профессии и образовательного учреждения. Мы в очередной раз даем вам подсказку, кем быть и где учиться. Так, чтобы через некоторое время не пришлось об этом жалеть, оставшись без работы. В нашей программе только востребованные на рынке труда региона профессии. И техникумы, и колледжи, где из вас готовы сделать высококлассного квалифицированного специалиста. Итак, сегодня поговорим об одной из важнейших на планете профессий – профессии строителя. С этим сложно поспорить, ведь буквально все, что нас окружает – это дело их рук. Дома, школы, больницы, заводы, мосты и дороги. Строители – это созидатели, творцы. С покон веку зодчие старались не просто создавать здания, но и делать их красивыми, эстетически привлекательными, удобными для жизни и работы в них, крепкими и надежными, чтобы стояли столетия и напоминали потомкам об их славном труде. Современные строители – не исключение. На помощь им приходят новые технологии и материалы. Где освоить их, где научиться такому сложному, но важному ремеслу? Об этом в нашем сюжете. Белгородский политехнический колледж осуществляет подготовку мастеров столярно-плотничных и паркетных работ. Производственная лаборатория колледжа оснащена современным оборудованием, которое позволяет не только учить студентов, но и обеспечивает им первые заработки. К концу обучения ребята способны самостоятельно под надзором мастера выполнять заказы на изготовление заготовок для мебели или отделки. Однако всю полноту своей будущей профессии ребята могут ощутить в ходе дуального обучения на производственных площадках настоящих предприятий. Вот, например, один из детских оздоровительных лагерей областного центра готовится принять первую смену ребятишек. В возведении летних домиков из экологически чистого материала, деревянного бруса, активное участие принимают и студенты Белгородского политехнического колледжа. Когда в школе учился, мне это нравилось, работа с деревом, и так решил поступить. Мастеров общестроительных и отделочных работ готовит Губкинский технологический техникум. С началом летнего строительного сезона студентов не встретить в учебных аудиториях. Все они на дуальном обучении на строительных площадках. Кроме того, каждый год они сами благоустраивают территорию родного техникума, выполняют косметический ремонт перед новым учебным годом. Есть у Губкинского техникума своя гордость – мобильная бригада. Это настоящая подрядная организация, созданная на базе техникума, в которую входят его выпускники. Многие из них сейчас учатся заочно в университетах по строительным специальностям, потому трудоустройство на постоянной основе для них пока проблема. А вот мобильная бригада – отличная возможность заработать в летний период. Заработок приемлемый, и опыт нарабатывается, и стаж идет. Специальный строитель – это, мне кажется, самая лучшая специальность, потому что она всегда востребована, всегда есть работа, и на благо Родины – постройки, возведения. Мне всегда это нравилось. У нас бригада состоит из 10 выпускников, из самых активных, можно сказать, 10 выпускников. Ребята молодцы, хочу сказать, у них хорошие теоретические знания, практические, а самое главное – у них желание есть трудиться. И как не директор сейчас, а как мастер производственного обучения, я хочу сказать, что это хорошо, что у нас есть такая мобильная бригада, потому что у нас нет проблем с трудоустройством. Я знаю, что у меня дети при выпуске будут все трудоустроены. Такая же мобильная строительная бригада создана и на базе Шебегинского агротехнического ремесленного техникума. Ребята под руководством мастера и по совместительству директора бригады трудятся на стройках города. Вот они заканчивают отделку одного из домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Здесь же проходят практику и нынешние студенты техникума. Поскольку это общество открыто на базе нашего техникума и имеет наш юридический адрес, если раньше мы устраивали своих учеников на производственную практику, искали какие-то объекты, то теперь мы можем всех своих учеников во время производственной практики, даже учебной практики, производства, на дуальное обучение, то есть мы принимаем их к себе на работу. Это очень хорошая практика. Почему? Потому что здесь все это реально. То есть тут можно видеть весь процесс от начала до конца. Не то, что в мастерскую зашел, там кусочек штукатурки полтора метра. Здесь эта комната два с половиной и на шесть. Вот тебе и высота, вот тебе и объем. Можно проверить и качество, и все, и результат. То есть здесь ребенок может отработать навыки так, чтобы потом не было стыдно за его трудоустройство, когда он придет. Пусть к нам или куда-то на другой объект он устроится. Поэтому я считаю, что очень хорошо. То есть дети реально видят всю картину, что из себя представляет строительство. Для получения базовых знаний в техникуме также созданы все условия. Производственные лаборатории позволяют обучать студентов сразу по нескольким направлениям строительных специальностей. Например, будущие мастера общестроительных работ изучают не только кирпичную кладку, но и сварочное производство, и еще несколько профессий. Дедушка здесь работал, папа, и они мне посоветовали пойти сюда учиться. Мне это нравится, профессия, это мужская, но это специальность из времен, из поколений. Она востребованная, хорошая, оплачиваемая. Можно построить нормальные дома и получить за это деньги. А вот будущие штукатуры занимаются вдвойне полезным делом. Ремонт в техникуме всегда выполняется собственными силами. Это и практика для студентов, и экономия для учебного заведения. Я пошла обучаться профессию штукатуры, так как я думаю, что каждый молодой человек должен обладать каким-нибудь ремеслом, чтобы прокормить свою семью. Белгородский строительный колледж уже много лет является главной кузницей кадров строительной отрасли. Многие его выпускники сегодня уже руководители крупных предприятий и организаций. Они с радостью принимают как на обучение, так и на работу нынешних студентов своей «Альма-Матер». По мнению руководства колледжа, с введением системы дуального обучения и независимой оценки квалификации, работодатели стали более серьезно относиться к студентам. Они стали понимать, что это их же будущие работники. Их квалификация напрямую зависит не только от теории, полученной в колледже, но и от практических навыков, полученных на строительных объектах. Качество, наверное, в первую очередь появилось из-за того, что начали руководители организации относиться более, наверное, как к близким по профессиям людям, о том, что меньше стали заниматься работой, не связанной с практическим обучением. То есть это копка, носка, уборка. А больше уделяют именно практическим навыкам в связи с тем, что они же потом оценивают и качество подготовки специалистов. Потому что после окончания учебного заведения уже выданные дипломы, они как бы осуществляют их повторную перепроверку. То есть независимую оценку качества подготовки специалистов. Один из крупнейших застройщиков региона компания ЖБК-1 не просто организует дуальное обучение для студентов на своих строительных площадках, но и пристально присматривается к каждому из них. Ведь компания развивается, строительные объемы только растут. А значит, квалифицированные мастера общестроительных и отделочных работ здесь всегда на вес золота. В прямом смысле. Ведь своим сотрудникам, особенно перспективным, компания предлагает достойную заработную плату и социальное обеспечение. Компания ЖБК-1 всегда активно принимала участие в подготовке молодых специалистов. Ежегодно порядка 500 ребят, включая строительные колледжи и другие учебные заведения, проходят у нас разные виды практик. В рамках договора с строительным колледжем мы готовим ребят по дуальной системе подготовки. То есть 50% времени они осуществляют теоретическую подготовку, 50% практическую подготовку. На объектах нашей организации, компании ЖБК-1, ребята получают практические навыки под присмотром наставников и со стороны организации, и, соответственно, со стороны учебного заведения, то есть строительного колледжа. Ну и по результатам проходят экзамены, и, соответственно, компания в перспективе принимает ребят в организацию. Эти ребята уже на четвертом курсе и готовятся к защите дипломов. За плечами у них крепкие теоретические знания и практические навыки. А главное – твердое осознание того, что 4 года назад сделали правильный выбор. Теперь они спокойны за свое будущее. Многие планируют продолжить свое образование в высших учебных заведениях и стать инженерами, так как уверены, что это им по плечу. Ведь с тонкостями строительных работ они уже знакомы не понаслышке. Меня давно интересовало строительство, архитектура. В дальнейшем собираюсь поступать на архитектуру. Но прежде чем проектировать здание, хотелось бы узнать его внутренний состав, то есть стены, фундаменты, как это все происходит, как перекрытие кладется. Непосредственно на практике, прежде чем начертить стену, мы сейчас узнаем ее толщину, толщину шва, после чего мы сможем начертить правильно. Потому что когда стал выбор дальнейшего моего образования, я решил, что лучше стоит закончить 9 классов и пойти на средне-специальное образование, получить профессию и быть всегда с образованием и знанием дела, нежели поступить в ВУЗ, 5 лет отсидеть где-то и потом сидеть на рынке труда, без возможности устроиться на работу, потому что тяжелее попасть с высшим образованием на работу, нежели после средне-специального образования. Плюс профессия строителя всегда будет востребована, всегда будет вестись обширное строительство в нашей необъятной стране, поэтому это вполне оправдываемая себя профессия, которая позволит в дальнейшем себя содержать, кормить себя и семью. В прошлом году на практике мы посещали Адлер, сочинские объекты, строили саму Олимпиаду, принимали в этом непосредственно участие, вели самые непосредственные процессы, так как заливали перекрытия, лестницы и другие общестроительные работы. Это не только как бы общеобразовательные, это еще и работа, которая полностью себя оправдывала, полностью себя оплачивала и при этом все хорошо получили и были довольны результатами своей работы и поездок в Адлер. Что им стоит дом построить? Тем более, что все необходимые умения у будущих каменщиков есть. Все выпускники строительных специальностей, как и другие, в обязательном порядке проходят независимую оценку качества знаний. Вот, например, учащаяся Белгородского строительного колледжа проходит ее на базе Староскольского техникума строительства, транспорта и ЖКХ, как одного из областных сертификационных центров. Такую проверку квалификации за 4 дня прошли уже около 100 будущих выпускников. Независимо оценивают не только компетентная комиссия, но и также детки проходят не на своей базе эту оценку для того, чтобы компетентно оценить и определить разряд. Стресс присутствует, но тем не менее все детки собираются и показывают именно те знания, умения и навыки, которые им они приобрели во время обучения. Большая часть претендует на получение третьего разряда, но самые старательные подтвердят четырехразрядную квалификацию. Один из них Станислав Куцапал, быстрее и качественнее многих справившийся с заданием. Работы на настоящих строительных объектах парень точно не боится. У меня в семье связан бизнес со строительствами и решил пойти именно в строительный колледж. Получить строительное образование и дальше уже идти в технологии, получить строительное образование. Настройки тяжелые, конечно, но кому нравится, кому не нравится. Люди 15 лет работают, чтобы потом сказать про рабов и ходить командовать. Но они за эти 15 лет работают так же, как мы сейчас все. Рабочие кадры с такими профессиональными амбициями, пусть пока и выпускники, без большого опыта, ценность в строительной сфере. А благодаря таким независимым оценкам они еще лучше могут зарекомендовать себя в глазах потенциального работодателя. Это нас очень радует. То, что вот эти ребята, если они придут на стройку, не обязательно каменщиками или чем, они будут знать, что это такое. Будет мастером работать или кем, он уже будет знать, как это происходит на строительстве и будет определенно выполнять свои функции и обязанности. Три часа накладку в полтора кирпича. За четыре дня проверки в два потока учащиеся Белгородского колледжа вполне могли бы возвести гараж из всех этих сложенных кирпичей. Оценка как минимум удовлетворительна, но чаще крепкая отлично. Мы готовились у себя в колледже, сюда приехали, уже все готовы, не боялись, все уверенные были в себе. Мечтаю получить диплом строительного образования. Хочу карьерный рост в этой сфере, чтобы добиться чего-то, хорошую профессию, выбрала из-за этого. Нет ничего прекраснее, чем наблюдать плоды своего труда, которые приносят людям пользу. А когда этот труд еще и высокооплачиваемый, вдвойне приятно. Надеюсь, наш сегодняшний выпуск заставил кого-нибудь задуматься о своем будущем всерьез и помог сделать правильные выводы. А в следующий раз встретимся ровно через неделю в эфире и на сайте мирбелогоре.ру. Всего доброго.